Вот так должно быть совсем хорошо, чтобы вы меня нормально слышали, и я вас тоже нормально слышала. Главное, чтобы микрофон не щелкал у меня, как обычно, и тогда будет хорошо. Сейчас должно быть все хорошо, да? Да, WMX, как по громкости. Я сделала меньше, сделала чуть по другой режиму микрофона, и мне должно сейчас слышно быть намного более отчетливее, чем было. Отвечу на вопрос коробки и продолжаю. Значит, теперь голоса много. Давай тогда я добавлю вот так, чтобы фоновая музыка была. Значит, какая ситуация? Если ты смотрел последнюю ситуацию, у нас там мастер, мастерским произволом, по факту, убил нашего инквизитора с помощью ассасина, и, если честно, я немножко была разочарована в этом всем, и как-то, ну, я поняла, что если там моя героиня не смогла ее спасти, и, в общем-то, сейчас все ложится там на нее, и, ну, для меня, в всяком случае, какой-то смысл играть в дальнейшем, после смерти одного из ключевых персонажей, НПЦ, которому у моего героя, у моей героини была такая прям любовь, я бы так даже сказала, привязанность и желание там прям всецело ей служить и право продолжать, а у нас в этом вот прям не получилось. И мастер решил ее убить, и я что-то как-то расстроилась, и мне не понравилось это решение. В общем, по поводу теперь рассказывать, все, я теперь не отвлекаюсь, вот у меня стакан воды стоит, дядюшка. Горлышко еще, кстати говоря, немножко болит. В общем, рассказывать, до того момента, как я прочитала, точнее, вообще, читала книжки какие-то, короче, до того момента, как я стала знакома с Вархаммером, я активно занималась рулевыми играми, я любила эльфов, орков, я ездила на ролевке, на полевке, была толкинистом, и очень любила вселенную вообще, в принципе, там, ну, Лориан, эльфы и толкин мне не очень нравились, а вот другие вселенные, той же самой, по отземелье и драконов, они как бы мне прям очень-очень-очень зашли, и есть такой сеттинг забытые царства, это, в принципе, альтернативное такое средневековье с орками, с гоблинами, с эльфами, с разными разновидностями эльфов, грибных эльфов, нет, грибных эльфов не любила, но было наслышано. Так вот, значит, этот рассказ я написала примерно в том же ключе, как рассказы про Оксантию, как рассказы про Кару Коробре, как рассказы про Сандру Барретт, в общем, в каждой ролевой системе, в каждом творстве, в каждой компьютерной игре, в которую я играю, мне хочется рассказать историю своей героини, своих персонажей и так далее. Вы, конечно, скажете, что Кара, Сандра и, например, та же самая Оксантия это очень-очень похожие персонажи, и я с вами тут соглашусь, потому что, в принципе, это все я, это мои какие-то внутренние переживания, эмоции, которые я воплощаю в игровую какой-то вселенной. Соответственно, все мои персонажи это в той или иной степени отражение какой-то части меня. И я, к сожалению, может быть, не профессиональный актер, и я не могу на ролевой игре, либо вот на игре типа вот Дарк Ерисе, либо там ДНД, играть прям разнообразных персонажей по характеру и прочему, которые прям отличны от меня. И всегда я писала какие-то рассказы про похождения своих героев, потому что раньше мы играли в ДНД, то есть это настольная ролевая игра, когда ты двигаешь, ну, как в Дарк Ерисе, да, а тут ты играешь героями из Средневековья. И здесь у меня была своя героиня, своя, в общем-то, издревле любимая мною персонаж, которую зовут Кью, сокращенно. Она темная эльфийка, родом из Подземья. Это невысокая, метр примерно 60, ростом хрупкая, злобная женщина, которая выбралась из Подземелья, потому что темные эльфы, они же Дроу, если вы знаете все какие-то старые рассказы про всем известного Дзирта Даурдена, который с двумя саблями там, типа там добрый Дроу, который там путешествовал и помогал всем людям. У меня примерно похожий персонаж, женский, которую зовут Кью, которая темная эльфийка. И, соответственно, для ней есть огромный плейлист, с которым я играла в ДНД в свое время. Соответственно, есть огромная история, есть ее там куча каких-то зарисовок, фотографий, аватарок там и так далее. И есть несколько рассказов по поводу, которые основаны на основе нашей игры. То есть мы играли с мастером, у нас была целая компания, у каждой из этих компаний был свой персонаж. И по приключениям, которые мы играли, вот находясь вместе в одной компании, в одном городе, вживую мы собирались, там по выходным мы играли, на основании этих приключений я написала несколько рассказов. Вот это один из них, это самый, в принципе, первый мой рассказ, который я написал в 2009 году. То есть здесь даже стоит дата 8 октября 2009 года. Тут еще стоит моя девичья фамилия, и как бы все даже, в принципе, оформлено в PDF-формате. Соответственно, прям читаю. Здесь, ну, прям достаточно много. От автора. Этот небольшой рассказ написан по мотивам настольной ролевой игры о подземелье драконы. Все персонажи и события, описанные в произведении, взяты из реальной игры. Сюжет создан нашим ДМом. Главный герой – мой собственный персонаж. Другие вымышленные ДМом – МПЦ. и персонажи моих друзей. Любые совпадения случайны. Если вам понравилось, можете поделиться вашими впечатлениями, отправив мне письмо на почту. И стоит еще старая-старая моя почта Yemifer-собака Яндекс.ру. Это 2009 год. Действие рассказа происходит во вселенной забытые царства, права на которые принадлежат компании Wizard of the Coast, не для коммерческого использования. Соответственно, дальше начинается рассказ. Пролог. Газеба будет, конечно. Кью и Ларил Друэли – это третья дочь Матроны Черенады, матери дома Друэли, четвертого дома города Чадносад. С рождения на дочь возлагали большие надежды в служении Паучьей Королеве. Девушка росла и развивалась очень хорошо по меркам Дроу, но к зрелости она только по-настоящему расцвела. Кью была очень красива. Огромные голубые глаза, нежно-серая светлая кожа, ровные очерченные губы, высокие выразительные брови, стройное тело, правильные формы лица – все это сделало девушку безумно привлекательной. Однако, это же сыграло не самую хорошую роль в обучении молодой жрицы. Обучение в Академии Города, которая кроме того весомо ударила по казне дома Друэли, было очень сложным и трудным для любого Дроу. Кью училась не так хорошо, вовсе не потому, что недостаточно хорошо думала, а просто потому, что ей были скучны методичные лекции старших шриц, и еще сильнее девушку угнетали аскетические условия содержания студенток. После баллов и интригующих вечеринок в кругу детей, наиболее значимых семейств города, Академия оказалась ей склепом. И быть здесь в строгой дисциплине, отсутствии развлечений, невозможности похвастаться новым нарядом или соблазнить очередного мальчика томным взглядом – для нее все это было невыносимо. Лекции она слушала в полуха, отчего нередко получала прудом по плечам. Но наказание оказалось ей лишь формальностью, как и само пребывание в Академии, а вот синяки на красивой нижней коже были настоящей трагедией. Тем не менее, Кью никогда не протестовала. Желание бросить обучение компенсировало страх перед гневом матери и унизительное презрение старших сестер. К тому же стать сжицей лос паучьей королевы было почетно и сулило бесхлопотное будущее и власть. Власть распоряжаться собой, своим временем, своей судьбой и своими желаниями. В городе мерцающих сетей это было, пожалуй, самое главное. Хотя Кью всегда привлекала магия, она не была очень одаренной дроу, ведь некоторые из ее народа могли почти с рождения творить различные заклинания. Для усиления ее врожденных, врожденных магических способностей ей требовались различные магические предметы. В своей жизни Кью полагалась больше на свой опыт и разум, чем на книжные знания. Она с удовольствием ходила на тренировки владения оружием и казалось, что молодая дроу намного более ловкая, чем ее противники. Сила тоже не изменяла ей, однако хрупкое телосложение было ее слабым местом. Она была невысокого роста и любой противник выше и сильнее ее был для нее достаточно серьезной угрозой. Кью не любила тяжелое оружие наподобие булавы, которым лихо владели ее сестры, вместо этого отдав предпочтение острой и смертельно опасной рапире. В общем, Кью была подобна сама рапире, острая на язык, колкая на поступки, но слишком хрупкая и ранимая. Сложности останавливали ее, порой даже пугали. Это мой рассказ, не буду отвлекаться от чтения. Если возникала опасная для нее ситуация, Кью отступала и предпочитала подождать, но иногда ее друзья поражались, насколько она может быть невозмутима в самой, казалось бы, критической ситуации. Однако Кью не умела терпеть и всего привыкла добиваться быстро и просто. Если можно было открыть замочек, немного подумав, то она предпочитала выбить засов тараном. Она не любила ждать и тем более зависеть от кого-то. Вера ее была не сильна, однако будущие события сильно изменили характер молодой Дроу. Из научных предметов ей больше нравилась история. Она с упоением слушала лекции о истории ее народа, о войнах с наземными эльфами и великих битвах. Когда она поняла, что в распоряжении жрицы Лос будут демоны, она с жадностью стала изучать гравюры, изображающие разных созданий из Абиса. Кью любила исследовать, любила узнавать новое. Она с радостью понимала, принимала участие в патрулировании пещер вокруг города, уничтожая разных опасных монстров, учащая в бою в темных пещерах подземелья подгорода. Началом молчания Лос настроения в Чаднасаде были почти истерические. Богиня не отвечала на молитвы, и жрицы заподозрили неладное. Так было и раньше. Может, это очередное испытание, ходили робкие разговоры, однако паника усиливалась. Кое-кто открыто говорил, что Лос погибла, и она оставила своих детей на произвол судьбы. Воспользовавшись ситуацией, к городу стала поступать армия дуэргаров. Считанные часы, я так, наверное, отступление для тех, кто не в теме, чтобы немножко разрядить обстановку дуэргара, это в вселенной забытых царств, это злые гномы, дворфы, которые живут в подземелье, которые вот не добрые именно дворфы, а именно злые такие. То есть они достаточно агрессивные, в принципе они всецело похожи на обычных, наверное, дворов, они такие же с бородами, там с всеми делами, но у них такая сероватая кожа, они прекрасно тоже видят в темноте в подземельях, и у них, по-моему, лысые головы, это, по-моему, какая-то отличительная такая черта. Зовутся они дуэргары. В считанные часы улицы были объяты алхимическим огнем. Дровы, улишенные поддержки магии жриц, были легкой добычей для любой из враждующих раз подземья. Обучение в Академии было прекращено уже задолго до нападения, жрицы просто потеряли веру. Все это случилось за несколько лет до завершения обучения Кью в Академии. Они уже захватили нижние уровни, крикнула почти в панике Джейла, однокурсница Кью Лорил. Девушки, одетые в короткие кольчуги поверх гудних робстершекурсниц, стояли на балконе одного из ярусов Академии. Далеко внизу было практически море огня. Чад Насад представлял собой город, высеченный по периметру огромной конусообразной пещеры. Многоярусные конструкции соединялись огромной толстой паутиной наподобие гигантских мостов. Многие из нитей давно окаменели, какие-то были искусственно изменены с помощью магии. Все они были подсвечены магическим огнем. Поэтому-то город и носил столь красивое название «Город мерцающих сетей». Серые дварфы, используя катапульты, метали горшки с особым алхимическим огнем. Температура горения была столь высока, что плавился даже камень. Пещера, в которой находился город, представляла собой не самую прочную породу, и разрушения от этого оружия были просто ужасны. Кьюни могла поверить своим глазам. Ее город, ее прекрасный город, сейчас был на грани гибели. Некогда красивая паутина сейчас горела, разваливалась на куски и падала на дно пещеры, неся смерть всему живому. Камень буквально тек с верхних уровней города. Дроу стремила свой взгляд к тому месту, где располагалась крепость ее семьи. Некогда прекрасный дворец, высеченный в стене пещеры и сталактитах, свисающих с потолка, сейчас был просто изъеден снарядами дуэргаров. Армии домов оказывали жалкое сопротивление, без надежды на победу. Гордость Дроу была очень глубоко поранена. Кью поняла, что ее дом вот-вот падет, и она уже не успеет туда, и если удача даже поможет добраться ей до дома, то она станет легкой добычей для снующих групп орков и доэргаров. В этот момент девушка осознала, насколько она уязвима, поняла, что отныне, даже если город удастся отбить, то все равно ее вряд ли примут в чужой дом, тем более она не знала, будут ли жрицы Лос вновь основой общества Дроу. Что если темная богиня действительно погибла, оставив свой народ? Под каким-то гипнозом Кью вместе с частью выживших студентов воспользовалась порталом, который должен был переправить их в безопасное место. Но видимо, в разгар боя стены самой пещеры сместились, и это повредило структуру самого портала. Некоторые студенты умерли страшной смертью во время телепортации. Из портала живым выбрались несколько студентов, в том числе ИКью. Но некоторым не повезло. Кому-то отрезало конечности, от некоторых с другой стороны портала вырвалась лишь голова или половина тела, кольчуги на ком-то сгорели, кто-то получил серьезные ожоги, а без Лос это было равносильно смерти. Однако портал сработал не только нестабильно по отношению к безопасности, но и к месту назначения. Вместо смежной с городом пещеры он отправил их куда-то на поверхность. Они оказались довольно далеко от места, где располагался Чадна сад в Карманторе. Здесь группа выживших Дроу скиталась пока не была встречена под рулем дома Джаэру. Дроу выжившие на поверхности стали новым открытием для Кью, ибо такой информации в Академии не обучали. Вновь прибывших приняли сдержанно, но радушно. Как оказалось они были в курсе сложностей в Академии, используя сеть собственных шпионов. То, что среди группы беженцев оказались женщины Дроу, как показалось, очень обрадовало новую семью Кью. Однако позже молодая жрица поняла, что все не так просто. Дроу дома Джаэру не поклонялись паучьей паучьей королеве Лос. И среди них кто-то вроде был отмечен и среди тех, кто был отмечен властью, вовсе не было женщин. Здесь тоже наверное мне стоит сделать некоторое отступление, ремарку, потому что у Дроу именно с этой вселенной у них матриархат царец, и во главе всего общества стоят жрицы паучьей королевы, которые зовут Лос. И они в общем-то правят в городе такой достаточно железной матриархальной рукой с помощью как раз-таки магии. И события этого рассказа, как и события игры моего персонажа развиваются в тот исторический период, когда произошло столкновение в пантеоне богов, и вот эта самая паучья королева, которая давала неоспоримую власть и магические способности своим жрицам, она в общем-то на какое-то время потеряла свои силы и соответственно ее жрицы и волшебники тоже потеряли свои силы. Соответственно этим воспользовались противоборствующие силы в подземелье и в общем-то вот один из городов был уничтожен. Соответственно очень многие дроу, которые не хотели жить в матриархате по тем скажем так том соусоциуме который я вам описал они в общем-то сбегали из этих городов и стали жить где-то отдельно вот туда как раз таки моя героиня и попала так вот это тоже стало открытием их пригласили присутствовать на церемониях где жрецы и мужчины говорили красивые речи о равенстве полов о том что мужчины были незаслуженно унижены за долгие годы в подземных городах да и сами дроу давно должны выйти из тьмы подземелья андендарка и вернуть себе место под солнцем в мире полным богатств однако кью не хотела отступать от привычных традиций своего общества она не хотела считать свою богиню лос мертвой не хотела но время неумолимо заставляла признать обратное у нее отобрали ее вещи сожгли одежды жрицы паучьей королевы однако святой символ своей богини ей удалось скрыть и спрятать так началось ее многолетнее заточение среди жителей леса кармантор за эти горы кью привыкла жить под солнцем однако все равно оно слепило глаза здесь она научилась не пугаться живой природы научилась охотиться и добывать воду вне подземья здесь же она увидела представителей других рас ранее считавшиеся дроу злобными и ужасными дроу дома джайрл торговали с людьми учась у других рас выживанию на поверхности но были здесь также свои недостатки статус прекрасной принцессы богатого дома остался в прошлом неприкосновенность женщины и ее почти божественность тоже не вызывала здесь больше должного почитания большинство здесь были мужчинами и женщины были нужны только для продолжения рода кьюни по своей воле тоже пришлось она забеременела и выносила ребенка но в силу воспитания не питала к нему абсолютно никаких чувств впрочем в обществе дроу этой и не было обязательным окружение долго перевоспитывала своенравную кью и лорил от привычного ей статуса будущей жрицы лос она подчинилась требованиям накусала губы в бессильной злости потом терпение кончилось воспользовавшись невниманием стражи во время очередной стычки с внешними противниками которыми изобиловал лес кью удалось незаметно покинуть расположение лагеря скитаясь долгое время по лесам ей все же удалось уйти от преследования и в самый казалось бы критический момент она почти без надежды практически в отчаянии воззвала к лос и как ни странно почувствовала знакомое ощущение ответа ее услышали сила лос скрывала жрицу от преследователей и уберегло от неминуемой гибели с этого момента жрица решила что ее вера не оставила ее и если лос спасла ее откликнувшись на просьбу о помощи значит она не утратила своего божественного покровительства и должна следовать путем своей богини а видимо богине от нее что-то нужно Михаил Карпов Дроу достаточно своеобразно относится к потомству по вселенной забытых царств во-первых все они достаточно злые сразу вам скажу что в принципе в стандартном обществе Дроу с учетом того что есть матриархат как раз таки там каждая девочка которая рождается она должна обязательно стать одна из дочерей жри и жица и вот этой самой паучьей королевы лос соответственно если ребенок рождается мальчиком его чаще всего могут просто принести в жертву этой самой богини Дроу вообще не занимается воспитанием детей то есть непосредственно свои родители это считается угодой скажем так простолюдинов поэтому ну как и в высших каких-то обществах даже нашего какого-то исторического прошлого родители и дети из благородных семей встречаются ну как бы встречаются крайне редко и воспитываются обычно какими-то наемными специалистами скажем так это была небольшой пролог предыстория Кью я его несколько раз потом в дальнейшем переписывала вот эту вот саму историю как она оказалась там что-то дополняла там и так далее ну в общем-то это был такой пролог теперь глава первая это уже непосредственно рассказ так как мы играли вместе с моими друзьями в ДНД я просто описал это все в художественном стиле и так глава первая яркий раскаленный добела диск висел высоко в небе опаляя нестерпимым жаром рабочих в порту чернокожие рабы погоняемые своими хозяевами тащили огромные тюки на корабль пошевеливайтесь грязные отродья кричал на них надсмотрщик подкрепляя слово звонким щелканьем плети мы должны отплыть до заката прямо как в чад на саде подумала темная эльфка стоящая неподалеку в тени пытаясь капюшоном скрыть глаза более привычные к полной темноте подземья невысокая фигура закутанная в просторный походный плащ представительница расы дроу всем известной злой расы из подземья не очень выделялась среди снующей туда-сюда толпы путешественников торговцев и прочего отревья в порту Кюеларил стояла в тени коробок и бочек и каких-то корабельных принадлежностей коих полным-полно в любом порту невысокая и худощавая в черном кожаном доспехе и срапирой на поясе но с небольшим рюкзачком за спиной она казалась себе легкой жертвой для любой опасности этого яркого солнечного мира из своих знаний в академии лос чадносада ее родного города Кю могла лишь почерпнуть небольшие и оказалось сильно искаженные знания о поверхности да ее гладкая кожа нежно-голубого цвета потрескалась вдоль дальнозорки и во тьме глаза слезились но все это было лишь раздражением на солнечный свет и морскую соль но не более чем естественный эффект смены климата никаких кар светлых богов и никаких проклятий девушка одной рукой сжимала амулет святой символ ее темной богини как бы проверяя не лишилась ли она веры за сомнения в учениях которые давались каждой жрице лос о солнечном мире но богиня ее не слышала или не хотела слышать но она знала что та рядом в этом кьюни сомневалась не на секунду после бегства из общины ваерунитов слуг вора бога в маске она многие дни скитания по дремучим лесам кармантора молила лос дать ей воду и пищу и вскоре она была услышана королева пауков вновь пришла на фаерун и одарила своих верных паучьих своих верных паучьих смертоносным заклятием но с того момента когда жрица с помощью магии своей богини окончательно ушла от преследования ваерунитов лос вновь замолчала но теперь молчание богини не означало ее отсутствие кюлорел решила что она провинилась перед ней но она не знала что за испытания уготовила ей коварная хитрая королева по паутин плетущая свои собственные интриги кю скиталась уже несколько месяцев постоянно избегая людных мест страшась быть настигнутой преследователями когда она поняла что уже довольно далеко уехала от лесов кармантора и темные эльфы живущие на поверхности больше ей не угрожают жрица вдруг поняла что за долгие годы жизни среди этих чипенцев она все равно была среди собственного народа да пусть они поклонялись другим богам да пусть у них были другие традиции но в остальном дроу поверхности оставались дроу теперь же она осталась одна совершенно одна в этом огромном и незнакомом мире полным опасностям которым она просто не была готова убегая она украла одежду доспехи и оружие но у нее действительно не было никаких знаний карт куда ей пойти что делать для высокорожденной дроу дочери благородного дома которая с детства была признана служить своей темной богине в храмах только сейчас попав в новые для нее обстоятельства потеряв родной дом из-за войны с дуэргарами воинствующим кланом гномов потеряв второй беженцев из-под земля она поняла что одна она слишком слаба но желание стать свободной стать независимой пересилило ее собственный страх умереть с оружием в руках сражаясь с эльфами поверхности для нее было более предпочтительно чем быть шлюхой и матерью детей ублюдков последователей противного ей божества бога тайн вравства темных эльфов ночуя в деревенских хревах на сене воруя остатки еды кью ненавидела весь этот мир до глубины души прячась в тени крон деревьев на опушке леса она наблюдала как веселые деревенские жители собирают урожай слышала как они поют веселые песни иногда она видела расширяющиеся от ужаса глаза смотрящие на нее в ночи люди случайно встречавшие ее когда она просила ночлега его попыталась купить еды на небольшую сумму денег украденного случайного пупутника тело которого она спрятала там же все в том же лесу люди не любили ее считали ее исчадием ада говорили что она колдунья и бежали от нее прочь иногда находились глупцы которые принимали ее располагающую внешность и природную эльфийскую красоту за легкую наживу чаще она убивала таких иногда силы были неравны и флирт перерастал в попытку изнасилования заканчивающейся обычно сугубо дракой и убийством Кью не была слабой но уступала рослым мужчинам и ценой проб и ошибок жизни в лесу грабежом и разбоем с сомнительным заработком в небольших тавернах Кью осознала что все ее привычки все ее мечты рушатся на ее собственных глазах она хотела власти хотела найти свое подобающее ей место среди низших людей гномов и хоббитов а оказалось что она не нужна была никому богиня не давала ей никакого знака и продолжала лишать жрицу ежедневного набора магических способностей и Кью уже готова была разочароваться в себе она ненавидела себя ненавидела всех клиентов ненавидела всех радостных и успешных людей она знала что она лучше сильнее мудрее одареннее их всех но здесь среди них успешных и улыбающихся ей места не было благородная дочь дроу вынесшая столько унижения не сломалась внутренняя злоба и ненависть ко всему светлому и радостному давала ей внутренние силы но какой ценой днями в медитации Кью и Лорил думала о том как почему пал ее город почему богиня не помогла почему не защитила почему позволила насиловать ее почему не отвечала на ее молитвы когда ей она была так нужда и почему когда та пришла на помощь когда жийца уже хотела прощаться со своей жизнью было слишком много вопросов и слишком мало ответов лежа ночью в номере одной дешевой таверны на простынях давно пожелдевших от пота и мочи она смотрела в окно смотрела на луну полумесяцем светившую ей прямо в открытое окно неужели все что было со мной уготовано мне моей богиней думала девушка зачем мне все это зачем мне столько боли это несправедливо я дочь благородного дома и тут же она осеклась вспомнив родной город последние картины горящего дома и злость вновь потекла по венам жрица все ее планы на будущее были разрушены судьбой и молчанием ее богини почему она не пришла спасти своих подданных бессильной и со злобой шипела кью когда она была так нужна она испытывает нашу веру да без меня побери так нельзя мой народ пал перед какими-то жалкими дуэргарами мне моя гордость растоптана за что и почему мысли роились у нее в голове подобно сотням пауков в банке не давая уснуть но вскоре усталость взяла свое кью лорил провалилась спасительное дремление подобно прочим эльфов дроу не спали в том смысле в котором принято у других рас вместо этого они уходили в глубокую медитацию на несколько часов в день и полностью восстанавливали свой запас сил дроу не видели снов но сегодня был особенный день для кью сначала была тьма вязкая тягучая непроницаемая тьма свой в которую кью начала различать зелень тропических лесов заметила порхание ярких цветастых птиц затем она как будто бы погрузилась в эту тьму и вдруг камни через минуту сложились в каменную кладку стена каменный коридор сквозь тьму вокруг стали проникать какие-то неясные звуки которые которые вскоре сложились в устойчивый шум воды жрица шла по коридору сложенному из гигантских камней обросших зеленым мхом и рядом с ней несся целый огромный поток воды она шла и шла вперед туда куда текла вода и вдруг перед ее взором открылась огромная комната она была похожа на гигантский куб высеченный в толще скалы она стала на краю обрыва и смотрела на каменный пьедестал возвышающийся в основании полузатопленного древнего храма на алтаре в черно-фиолетовом мареве сидела большой черный паук в котором жрица незамедлительно узнала знак своей богини очнувшись от сна к юлорил поняла что туника насквозь промокла троус махнула прилипшая к колбу прядь белоснежных волос встряхнула головой будто пытаясь прогнать наваждение прочь но реальность неотступно твердила об одном ее богиня хочет чтобы этот храм был найден но зачем что это за храм где он шум воды причем тут какие-то джунгли вслух размышляла она лосса обратилась к ней сама она дала неясное указание найти храм и добраться до какого-то алтаря может завершить там какой-то ритуал внимание богини к себе это то чего жрица ждала так долго теперь обрушилась на нее подобно ушату ледяной воды жрица вдруг стало очень холодно в голове всплыли ужасные картины тех дроу кто не прошел испытания паучьей королевы при одной только мысли о возможном провале девушку пробила дрожь но она взяла себя в руки встала с кровати закрыла небольшое окно и почувствовала себя чуточку теплее и уютнее что ж теперь дело за мной сделаю все как нужно получу власть которая мне не снилась глаза кьюз осветились в предвкушении я отомщу больше никто не посмеет вытирать ноги а жрица лос богиня выбрала меня чтобы совершить миссию здесь вдали от бесконечно красивых городов дроу здесь под солнцем в самом сердце врага долгие два месяца подготовки сбора сведений и вот Кьюилорил стояла на причале и ждала корабль который должен был привести к ее предполагаемому месту нахождения древнего храма далеко на юге Фаеруна капитан увидел в дроу поначалу отказался брать ее на борт но человеческая жадность до золота сделала свое дело сейчас рабы погрузят товары и корабль отправится в плавание везя жрицу лос к ее цели к цели ее богиня продолжать да прям даже ничего не пишет Григорий Павлович наверное уснул убаюкался под мой голос ну что нормально я читаю или плохо если без подготовки и без обработки голоса это закончилось как раз таки WMX первая глава и потом идет вторая так ютубчик ответьте мне что-нибудь норм да нормально окей читаю дальше я поняла короче читаю дальше нет я слушаю вообще ништяк нормально фрокфиш thank you very much окей вторая глава качка на корабле была ужасной или только кью так показалось тем не менее настроение дро ухудшалось с каждым днем плавания непривычная к таким путешествиям молодая жрица проклинала корабль и море на чем тима съиждется но качку как и следовало ожидать это ничуть не уменьшило у нее была договоренность с капитаном корабля что все ее плавание в свои она будет проводить в своей каюте небольшой коморки почти в самом трюме видимо капитан был явно очень суеверным и не хотел брать как он выразился бабу на борт к тому же темную эльфу но красивое тело девушки и мешочек золота сделали свое дело ничего толком не зная кью согласилась и только потом увидев эту коморку поняла где ей придется провести всю неделю плавания небольшая кровать столик и ведро дли были единственной мебелью а учитывая что трюм корабля был просто наполнен и кишил огромными крысами кью была вне себя от злости но сейчас ее терпение лопнуло она хотела свежего воздуха одевшись и прихватив с собой оружие дроу выбралась из своей каюты холодный морской воздух взбодрил ее как оказалось на небе не было проклятого пылающего диска гаэли лишь яркие белые точки но даже этот свет казался ее безумно ярким за годы жизни на поверхности дроу привыкла к солнечному свету но она просидела неделю в каюте где света почти не было команда и немногие торговцы что стояли сейчас на палубе проявили незначительный интерес к молодой девушке мужчины удивились что на борту вдруг появилась темная эльфка но виду не подали мало ли с кем она чем занимается и не выходя из каюты все они лишь раздражали кью когда-нибудь вы все заплатите за все мои унижения со злостью подумала она в последнее время любая мелочь доводила жрицу до иступления она хотела силы хотела возможности повелевать править выбирать а все чаще и чаще обстоятельства были выше потом почитаю комментарии спасибо при этом мысли кью снова при этой мысли кью снова замутила и через секунду ее желудок уже исторгал ужин в море за бортом кое-кто из матросов громко хмыкнул что не ускользнуло от острого длинного ушка дровки свешившись за борт девушка зло посмотрела на загорелого мужчина куившего трубку он выдержал ее взгляд явно давая понять что здесь ей не место кью мысленно пообещала что с возвращением ее силы больше не будет прощать таких ухмылок всего доброго доброй ночи посмотрите завтра продолжение да 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 если богиня не хочет даровать мне свое благословление просто так то я выполню ее волю я найду этот чертов храм а без меня побери ругалась дроу сплевывая утирая плащом губы я стану сильный я докажу лоз я сделаю так как она велит потом вы узнаете чего я стою страшно спокойной ночи весь следующий день прошел без каких-либо происшествий а вот прошу прощения я пропустила кусочек цель того стоила ей удалось узнать с помощью прорицания что поблизости могут находиться джунгли и затерянный древний храм который она видела во сне получив некоторые недостающие ей знания от местных мудрецов и волшебников она с уверенностью отправилась на юг Фаерона в поисках мечты точное местоположение руин затерянного города ей естественно никто не сказал поэтому жрица поставила себе цель добраться до ближайшего крупного города а там уже узнавать слухи или возможно найти какого-то местного мудреца или волшебника который сможет ей помочь весь следующий день прошел без особых происшествий и Кью стала отмечать что ей уже заметно легче переносить тяжести плавни однако сосущее ощущение в животе не покидало ее Дроу больше не боялась выходить на палубу но старалась делать это по ночам она опасалась конфликтов команда корабля была явно не в восторге от ее пребывания на борту и этой ночью Кью вновь смотрела на звезды и на черную воду по которой мерно спасибо большое вот это как раз таки надо подправить чтобы вот такого у нас на завтрак в степи не было спасибо большое ну как там с Магей с какой Магией которую я внесла в капитал божественного минимума спасибо большое спасибо большое продолжаем так вот этой ночью Кью вновь смотрела на звезды и на черную воду по которой мерно плыл корабль как вдруг один из смотрящих сидящий высоко на масте закричал капитан впереди огонь маяка маяк как бы с непониманием отозвался сиплый голос капитана высокий темноволосый мужчина средних лет вглядывался в темноту стоя рядом с рулевым странно держать курс тем не менее скомандовал он через некоторое время и Кью стала различать вдали огонек который она который как она поняла должен был помочь маякам не сбиться с курса еще через несколько минут вновь раздался крик земля слева по борту и вправду слева показалась тем чернеющая скала я близко подумала Кью с улыбкой желание наконец заступить на ровную землю было сильнее всех остальных как вдруг дроу почувствовал удар страшной силы пол корабля словно ушел у нее из-под ног и затем послышался громкий треск и крики рифы самая страшная угроза для кораблей скалы предательски прикрытые водой были почти неразличимы они разбивали многие суда неся смерть в ледяных объятиях воды для всей команды при падении Кью не получила серьезных травм но кому-то повезло меньше оглядевшись девушка увидела как минимум три трупа она не могла скрыть улыбку увидев выпученные глаза того самого матроса который так ехидно усмехался над ее слабостью пару дней назад поверх его грудной клетки лежала тяжелая балка без сомнений у него были сломаны ребра и пробиты легкие он жадно глотал воздух и на его губах пузырилась кровь через мгновение он затих Кью отвернулась от трупа нужно было как-то выбираться с тонущего корабля Кью Ларил умела плавать но побоялась что до берега очень большое расстояние к тому же ей не хотелось разбить голову о камни кое-кто из мужчин спускал шлюпку и Кью поняла что все не так безнадежно выжившие матросы помогли раненым этого Кью Ларил понять его не могла вместо того чтобы бежать и спасаться они теряют время думала жрица спускаясь в лодку кое-кто из мужчин взялся за весло и лодка медленно направилась к берегу глава 3 город а точнее городишко показался ей самым мерзким поселением людей которые Кью Ларил когда-либо видела маленькие деревянные домики с худыми крышами бесконечный вид серой поверхности моря за окном серо-желтый песок пляжа и унылый шум прибоя но об этом Дро могла подумать только после нескольких дней спокойной жизни здесь если здесь можно было считать нормальной спокойной жизнью городок был отрезан от цивилизации располагался он на отдаленном от материка острове и служил лишь пунктом заполнения запасов пресной воды для мимо проходящих кораблей которые были здесь очень большой редкостью в остальном же остров казался абсолютно необитаемым городишко отвоевал себе часть по обережью и присты все остальное было владением джунглей непроходимых тропических лесов эти вечно зеленые леса служили домом для множества экзотических животных птиц насекомых и рептилий и могли принести смерть незадачливому путешественнику но джунгли пришли в город сами неся смерть как только группа выживших после кораблекрушений выбралась на берег им стало известно что город в состоянии осады а осаждающими были никто иные как люди ящеры которые жили на этом самом острове с незапамятных времен квиларел могла лишь сыпать пустые проклятия небу когда поняла что попала в богами забытый занюханный город на краю земли и только что избежав смерти в морской пучине она должна была принять смерть от лап каких-то людоящеров а дела обстояли именно так успокоить дроу могла лишь мысль о том что ни с одной дней боги обошлись так жестоко за последние дни у девушки была возможность лучше узнать тех немногих что плыли вместе с ней в лодке и чудом спаслись помимо Кью и других и двух других ничем не примечательных матросов на берег ступил какой-то высокий мужчина грозно смотревший по сторонам и постоянно теребящий свои черные усы он представился Максимусом Дебрейном рыцарем многие его слова и действия насторожили Кью и она решила что рыцарь не так прост как хотел казаться жрица никак не могла взять толк почему этот высокий сильный мужчина не пошел на корм акулам в своих тяжелых латах с огромным стальным клинком за спиной второй выживший мужчина был чуть моложе скромнее и вел себя тише первого но не уступал ему ни в силе мускул ни в росте ни в весе представился он Сидом по прозвищу Серый и сказал что он сын кузнеца из небольшого поселения на побережье мечей а на корабль он попал как обычный путешественник этот персонаж не расставался с каким с каким-то своим свертком промазанный животным жиром что он так берег Кью так и не удалось выяснить третий путешественник был третий путешественник был самый молодой самый неразговорчивый как отметила девушка самый нелюдимый за все время что они провели в небольшой таверне он выдал из себя только сухое приветствие и благодарность богам что он спасся имя его было Истрат на необычную девушку сидевшую сейчас с ними в таверне все трое мужчин поглядывали из-под лобья не скрывая негодования Кью не отвечала им любезностью измотанная долгим плаванием уставшая и промокшая до нитки она села поближе к огню камина стянула сапоги сняла плащ и делала вид что целиком занята своей внешностью мужчины были явно недовольны всеми последними событиями раздражение от спутанных планов смешалось сейчас с радостью чудесного спасения они сидели за столом тускло освещенной небольшой свечой и пили подогретое дешевое вино из оловянных кружек плохое освещение не мешало зрению кью и периодически поглядывая за спину она видела уставшие лица этой странной компании собранной вместе волей судьбы видела и вооруженных людей самого городка в столь поздний час решивший пропустить стаканчик другой в перерывах между дежурствами на стенах Андрей доброй ночи что я здесь делаю думала кью расчесывая слипшиеся испутанные водой непослушные пряди серебряных волос дроу плыла далеко на юг к предположительному месту нахождения древних руин найти которые ей повелела ее богиня а оказалась на паршивом острове посреди океана она разорвала бы в клочья любого виновного в этом гневный тирадек прервал звук открывшейся двери и в таверну вошел невысокий человек одет он был в простую одежду и мало чем отличался от других местных однако вооруженные крестьяны крестьяне и завсегдатые таверны вежливо поприветствовали его мужчина на вид было лет за 40 он не отличался высоким ростом но его движение наклон головы суровое выражение глаз говорили что за плечами у него большой жизненный опыт в суровых условиях и этот человек не привык пасовать перед трудностями он явно пользовался неким уважением у местных как догадалась Кью он был здесь кто-то вроде старейшины или главы города незнакомец прошел вглубь таверны по пути еле заметно взглянув на сидевшую огня Кью и обратился к сидящим за столом выжившим рад приветствовать вас в нашем славном городке на удивление приветливым голосом как отметила Кью начал он мое имя Атемиус Шарм я как вы уже наверное слышали исполняю обязанности мэра этого проклятого городка рад что вы спаслись во время кораблекрушения это хороший знак видимо боги благоволят воистину хвала Хельму включился в беседу рыцарь только заступничество богов спасло наши тела и души от смерти в объятиях вод рад приветствовать вас господин Шарм мое имя Максимус Дебрейн а это мои друзья и он поочередно представил всю компанию не забыв и Кью мы держали курс на юго-восток когда наш капитан увидел огонь вашего маяка мы решили причалить заполнить попасы воды и провизии как вдруг наткнулись на рифы пока рыцарь рассказывал историю кораблекрушения остальные молча смотрели на мэра по его выражению лица Кью поняла что он ничуть не удивлен ситуацией и видимо кораблекрушение было уже не первое затем тяжело вздохнув господин Шарм ответил да вокруг нашего острова много опасных участков да мореходов наш городок в первую очередь нужен здесь для поддержания работоспособности маяка указывавший в безопасный путь хит серый не выдержал постойте постойте уважаемый вы хотите сказать что маяк сломан или выходит так что мы сели на подводные камни а весь корабль наш пошел на дно со всем грузом а многие из моих друзей на корабле пошли на корм рыбам то свет какого же маяка мы видели в ночи неужели наш бравый капитан был в здешних водах в первый раз успокойся сит сказал обычный маучеливый истрат давай выслушаем мэра до конца вы видимо не так просто пришли к нам сударь я вас правильно понимаю последний вопрос был адресован мэру да господа вижу вы прекрасно понимаете о чем я толкую тогда позвольте рассказать вам всю щекотливую ситуацию но прошу вас прийти ко мне домой там вы можете выпить и спокойно все обсудить со мной нечего наводить панику среди простого народа никто ничего не возразил мужчины молча встали и направились к выходу мэр указал на дрову и спросил сэра Добрейна она с вами с ними не дожидаясь ответа рыцаря сказала Кью широко улыбнувшись белоснежной улыбкой глава четвертая что это за военное положение в городе осведомился сэр максимус неужели все так плохо по его лицу можно было догадаться что статный воин не расстававшись ни со своей броней ни с мечом считал военную угрозу каких-то людей ящеров просто жалкой это для безопасности так уже неделю началось все с того что люди ящеры напали ночью на ближайшие к джунглям дома кому посчастливилось умерли сразу стрел а те были и те кто крики которых мы слышали три ночи к ряду из джунглей по дороге до дома мэра группа насчитала около десятка вооруженных мужчин они сидели рядом с огромными кострами на границе между лесом и деревней кое-кто строил какие-то укрепления из срубленных веток и пальмовых листьев Кью не могла не отметить множество муж мужества людей картина осажденного города была ей знакома только в глазах ее народа читалась злость и ненависть ко всему в частности и к тем обстоятельствам в которые они попали а у этих людей внутри сидел страх и отчаяние а может быть даже смирение ящеры явно превосходили людей и численностью и военной подготовкой к тому же преследование в джунглях было невозможно а вот городок находился на ровной чистой местности спрятаться было негде еще раз осмотревшись вокруг Кью вновь прислушалась к разговору мужчин так в чем собственно дело не выдержал вновь сит серый куда мы идем и зачем вы нас позвали господин шарм остановился и сказал вы видели в каком положении город господа я ответственный за жизни этих людей но обстоятельства выше моих сил я прошу вашей помощи в одном деле я не хочу говорить об этом на людях ибо это может вызвать еще больше паники а это сейчас равносильно самоубийству пройдемте в дом с этими словами мэр указал на небольшой домик стоящий на сваях практически у самого берега что же может навести еще большую панику чем уже есть с ехидством подумала дроу но промолчала за годы жизни на поверхности она все чаще убеждалась в том что свои мысли нужно держать при себе домик мэра внутри был такой же скромный и неуютный как и снаружи небольшая комната в которой сейчас ютилось пять человек претендовала на звание кабинета самым главным предметом мебели был стол большой широкий изморенного дуба он внушал солидность ее отметило что стол был явно привезен сюда и стоил многих денег и был явной роскошью по сравнению со всем остальным на столе стояла старая пыльная лампа вся пожелтевшая от нагара гора каких-то карт бланков прочих бумажек чернила все это говорило о том что основная обязанность мэра состояла в подсчете кораблей которые заходили в гавань этого острова и в учете происшествий никаких ценностей никакой торговли Кьюра зачарованно отвела глаза и встретилась взглядом с истрадом молодой парень наблюдал за дроу и ей показалось что он понял что искала Кьюра хотите выпить любезно осведомился мэр но как-то неловко и неуместно нет благодарим за всех ответил сэр максимус перебивая уже раскрывшего рот сида давайте сразу к делу мы не на курорте да да верно опустив глаза начал хозяин вы правы тогда давайте сразу к делу группа придвинулась к столу рассказ мэра не впечатлил жрицу оказалось что неделю назад люди ящеры напали на городок и грозились убить всех людей на острове жители города были к этому совершенно не подготовлены тем более что за всю историю соседства ящеры никогда не нападали на людей а люди в свою очередь не очень-то далеко заходили в джунгли но ситуация изменилась и это была далеко не главная проблема на острове располагался высокий маяк который должен был указывать кораблям путь между рифами но с нападением ящеров сообщение с маяком который находился на возвышении на другой стороне острова прекратилось и судя по тому что корабль Q все же попал на рифы маяк был неисправен мэр знал график прохода кораблей и опасался что могут погибнуть еще больше людей если маяк не восстановить в связи с этим мэр просил сэра максимуса отправиться вместе с его товарищами к маяку и узнать что стало с семьей мирвала кожера смотрителя маяка а как же ящера ровным ничего не выражающим голосом как бы между делом спросил истрат этот парень очень не нравился Q она не любила тех кто постоянно себе на уме такой человек мог сделать все что угодно а девушка предпочитала сама управлять ситуацией дар максимус был явно не настроен вступать в споры за пост леди лидера группы ящеры это проблема но мы стараемся делать все от нас зависящее чтобы выжить здесь а вы там ответил господин шарм почему вы не послали никого заранее да и какой прок с того что вы восстановите маяк он все равно потухнет если вас всех перебьют ящеры сегодня либо через неделю парировал сит серый идея оказаться в самой гуще джунглей кишающей страшными аборигенами явно его не пугало я отправил группу приближенных три дня тому назад когда затонул первый корабль начал мэр то есть как первый корабль воскликнул обычно сдержанный на эмоции рыцарь Дебрейн вы хотите сказать что я думаю не первый кого выбрасывает на ваши берега за последнюю неделю мэр вновь опустил глаза и сухо произнес да не первый если мы не восстановим маяк то во первых у нас нет никакой надежды спастись работающий маяк это шанс что нас заберет какой нибудь проходящий мимо фрегат может там будут солдаты способные восстановить порядок на острове а во вторых смотритель маяка вроде бы был специалистом в магии и может он каким-то волшебством свяжется с сушей и нам пришлют подмогу в любом случае моя задача поддерживать порядок и работоспособность маяка на этом острове и я ее выполняю так вы мне поможете колька с очаровательной улыбкой промырлыкала кью 50 золотых ответил мэр и чуть помедлив закончил каждому я не буду брать денег с тех кто нуждается мой долг обязывает меня помочь вам сударь грозно сказал сэр максимус и эта угроза звучала отнюдь не для мэра кью только хмыкнула меньше всего на свете ей хотелось сейчас мериться силами с этим громилой тогда по возвращению подытожил сит серой и они пожали руки группа в полном боевом облачении стояла сейчас рядом с домом мэра стараясь не очень бросаться в глаза сэр максимус поправил свои латы кью вновь не поняла каким чудом он с этими латами не потопил всю лодку когда они плыли а сит серый развернул свой оберегаемый сверток и извлек из него неплохой работой деревянный лук это оружие было новым для дроу кью неплохо стрелял из арбалета но это стрелковое оружие было ей незнакомо и с улыбкой и почти эротическим удовлетворением мужчинам натянул тетиву прошелся рукой по силовой дуге и прислушался к звону как будто это была арфа а не оружие кью ларил знала что воины с трепетом относятся к своему оружию но поведение лучника было выше ее понимания третий мужчина был облачен в удобный кожный доспех на поясе в ножнах висела рапира такая же как и у кью истред как всегда выглядел невозмутимым рядом стоял тот кто вызвался проводить группу невысокий черноволосый парнишка который постоянно шутил и подмигивал кью дроу ответила ему лишь суровым взглядом она не считала что сейчас время для шуточек но проводник был или сумасшедшим или просто в полном отчаянии и то и то заслуживала смерти по мнению дроу пусть будет хорошо удачи вам напутствовал группу мэр и воины ушли в сторону джунгли шел второй день их путешествия сквозь непролазные джунгли прикидывая в уме какой путь им удалось осилить за два дня кью могла лишь зло ухмыкнуть они повзли как улитки падая на землю каждый раз когда слышали что-то подозрительное их проводник все время шутил похваливая расхваливая свои таланты следопыта прошлой ночью кью готова была задушить его невзирая на все его таланты проводника он уверял путешественников что нашел самое безопасное место для стоянки прослушившись от крика она увидела рядом с собой огромную черную кошку зубы которой были величиной из палец девушки отогнав животное с помощью огня группа обнаружила изодранное тело проводника вот гугл мой не спит тоже от моего голоса решил поискать информацию в интернете вот тебе и безопасное место хмыкнуло дроу к неодобрению мужчин решив что останавливаться здесь небезопасно рыцарь повел отряд дальше не прошло и двух часов ходьбы по ночным джунглям как тут же подверглись как группа тут же подверглась нападению невидимого противника без сомнений это были и люди ящеры превосходно ориентируясь в темноте не создавая шума они стреляли и метали копья Кью единственная кто различал противника в полной темноте джунглей отстреливалась из арбалета и проклинала что ей приходится лазить по болотам и лесам вместо того чтобы править своим домом сэр максимус махал своим огромным мечом всплепую и как ни странно разрубил надвое рептилию метнувшую в него небольшое копье а потом вдруг стало очень тихо ящеры отступили а путешественникам не оставалось ничего другого как продолжить свой путь тем быстрее мы доберемся до маяка тем лучше рассуждал сит серый с ним никто спорить не стал следующим препятствием стали болота вспоминая рассказы покойного следопыта группу пришла к выводу что они на верном пути нужно было обойти болото по левой стороне пройти мимо паучьего леса и далее держать курс на восток пока не дойдут до возвышения и не увидят маяк так бы и случилось если бы проводник остался жив но партия ошиблась и попала в самую гущу болота оно представляло собой просто затопленный лес над головами героев солнца закрывали кроны огромных деревьев с которых свисали длинные желтовато-красные лианы а под ногами была вода мало того что глубина иногда доходила до метра так герои постоянно спотыкались о корне под водой хлюпая по густой жиже из воды водоросли и грязи группа медленно двигалась на восток небольшие сухие островки сулили им отдых разводить костер было опасно как предупредил сеть серый но путешественники были так измотаны что еще одном еще что о еще одном возможном нападении людей ящеров никто даже и думать не хотел усталость кью не знала предела ей казалось что она вот-вот просто упадет и болото поглотит ее без остатка только цель впереди поскорее починить маяк и уплыть с этого чертова острова давала ей надежды жить дроу злилась и эта злость казалось придавала сил ее хрупкому телу весь следующий день группа все так же шла по болотистой местности кое-где попадались более сухие места а кое-где наоборот была такая глубокая топь что двухметровая жерть кое сит серый прощупывал дно скрывалось под водой полностью идти приходилось цепочкой след вслед спутанные корни бревна водоросли и слой воды с илом все больше затрудняли движение и тут группа услышала крик на этот раз не повезло истроду он спокойно шел впереди замыкая группу он шел впереди замыкая группу осторожно прощупывая дно палкой он перенес весь тело на какое-то бревно как вдруг это бревно зашевелилось и явило ему ряд больших желтых зубов и чешуйчатый хвост это был какой-то крокодил истрат отродясь не видел таких тварей но с людоящером не спутал только и успев сказать ой он ушел под воду крокодил схватил несчастного за ногу и рванул под воду вода забурлила группа обернулась и сразу поняла в чем дело но то что делать и как помочь товарищу группа не имела никакого понятия сит серый легкомысленно спустила арбалетный болт в переплетение плаща одежды рук ног истрада и бледно-желтым брюхом рептилии последовав его примеры Кью решив что даже если промахнется истрад только будет рад побыстрее прекратить свои мучения тоже пустила арбалетный болт в крокодила а сэр максимус наоборот бросился вперед на помощь товарищу выхватывает длинный охотничий нож странное самопожертвование решила Кью идея решиться сразу двух членов партии в самом начале леса не прельщала молодую дровку но и помогать рыцарю справиться с огромной рептилией дрову не торопилось тем временем рыцарем проткнул толстую шкуру крокодила и вспорол ему брюхо своим длинным клинком вода смешалась с кровью истрат был жив но его нога была в плачевном состоянии группа выбралась на ближайший сухой островок разожгла костер вскипятила воду и стала перевязывать раны а Кью и Сит смотрели на всплывшую кверху пузом брюху это всплывшую вверху брюхом тушу крокодила как я слово сложно написал какая красивая шкура сказала дрову проводя рукой по темно-зеленым чешуйкам да и мяса в нем много с улыбкой ответил Сит а у нас все равно запасы на исходе мясо крокодила оказалось даже вкусным впрочем его ели только Сит и Кью истриджи постоянно жаловался на боль в ноге и от еды отказался сэр максимус вежливо отверг мясо и достал из промокшего рюкзака последний кусок вяленого мяса и горбушку хлеба когда с едой спустить шкуру с крокодила и может потом выручить за нее пару звонких монет группа с явным отвращением смотрела на девушку которая с кровожадной ухмылкой срезала кожу с рептилий провозившись с израненной ногой истрада группа потеряла еще почти целый день а ему становилось все хуже наверное в рану попала грязь или зубы у этого монстра ядовиты деловито сказал Сит может будет заражение и ногу придется отрезать опытного вояку явно не заботило пообледневшее лицо раненого повежливее это все же моя нога огрызнулся истрад дроу не стала вмешиваться в разговор делая вид что ее больше заботит чистота обработки шкуры спокойно голосом который не очень выражал спокойствие сказал рыцарь у меня есть одно средство и с этими словами он извлек маленький флакон и поднес его к губам истрада тот выпил через секунду улыбнулся улыбка его была столь блаженной что Кьюж было решило что он выпил какой-то дурман прямо на глаза героев раны на ноге истрада чудесным образом стали затягиваться это чудо воскликнул радостный бывший умирающий слава богам что это за чудесное зелье сэр максимус рыцарь не улыбнувшись ответил что это было волшебное зелье которое ему дал в дорогу его знакомый жрец сказав что она поможет ему в трудную минуту и по его голосу Кьюж поняла что рыцарь не очень-то доволен тем что зелье пришлось потратить на раненую ногу малознакомого оборванца но рыцарь промолчал ты не так прост как пытаешься показаться решила Кьюж в полглаза наблюдая за рыцарем дроу была очень наблюдательной и довольно хорошо разбиралась в характерах многие привычки и стили поведения людей и других раз поверхности открылись ей совсем недавно но жрица умело приспосабливалась к обстоятельствам а долгие годы жизни в падеме научили ее использовать любые изменения ситуации себе на пользу даже сейчас вдали от дома девушка думала о тех людях которые окружали ее как о врагах она скрупулезно отмечала любые полезные детали слабости черты характера которые могли бы ей помочь получить должное влияние на группу она искала возможность стать если не лидером то весомым мнением в этой группе таким образом получив защиту от случайных опасностей и возможность сделать то чего ей хотелось пока неоспоримым лидером был сэр максимус де брейн он являл образ благородного рыцаря все время говорил о каком-то хельме боги защитники и кью наверное даже стоило опасаться его слишком правильный ой какой какой он у меня гугл реагирует на мой голос надо его отрубать когда буду читать завтра хорошо что мы сегодня попробовали все сразу встало на места на самом деле отлично таким образом получив защиту от случайной опасности и возможность сделать то чего ей хотелось пока неоспоримым лидером был сэр максимус де брейн он являл образ благородного рыцаря все время говорил о каком-то хельме бой боги защитники и кью наверное даже стоило опасаться его слишком правильный как сказал бы человек слишком наивный как сказал бы дроу в девушке зрело злоба и ненависть ей хотелось повелевать и уничтожать все то что ей мешало а рыцарь мог быть серьезной помехой ее планам тем более то тем более что получить влияние над остальными членами группы для кью не было такой большой проблемой сеть серый был явно отъявленным головорезом беспринципным и бесчувственным такой мать родную продаст если ему много заплатит подумала дроу истриджи был себе на уме но он явно не был из тех кто могут поднять какой-то брум бунт или громко высказать свое мнение да он мог садить кинжал в спину но если его запугать или показать ему что с ней они сходятся во взглядах и солидарны то он промолчит и будет делать то чего ему скажет куда все туда и он но некоторые моменты которые подмечала девушка вовсе не соответствовали образу благородного рыцаря коим сэр максимус себя наверное мнил он был гадким завистливым и мнительным как ни крути он был тираном ему хотелось чтобы его боялись уважали и тут рыцарь самую большую ставку делал на физическую силу и холодную сталь брони девушка давно отметила как люди даже в этой пресловутой деревне отреагировали на появление сурового мужчины в полном латном доспехе его боялись но уважали и видели в нем защитника и это явно льстило сэру рыцарю однако под этой величиной скрывалась более хитрая и изворотливая натура как показалось кью и она еще проявит себя решила дроу после чудесного излечения истрата группа не замедлилась двинуться дальше болото понемногу отступало и герои стали замечать какие странные огромные тесанные камни то тут то там торчащие из воды одни напоминали фундамент какого-то здания другие были похожи на колонны но большинство из них все еще сохранили позеленевшие от времени рисунки какие-то странные иронические знаки что что это не знал никто из путешественников но кью все время казалось что она их уже где-то видела они шли и шли и вперед теперь пробиваясь через границу джунглей и срубив очередную лиану группа увидела перед собой руины некогда прекрасного города который теперь был практически поглощен зеленым ковром джунглей в центре города выселась огромная сложенная из каменных блоков пирамида высеченные из цельного камня идолы напоминавшие людей молчаливо охраняли покой мертвого города и кью ларил точно поняла что именно это то место которое она видела во сне ну что на этом можно закончить я думаю что да уже поздно и надо заканчивать мы прочитали ровно ну здесь мы прочитали пять глав и судя по страницам да это половина рассказа расскажите мне вкратце как у вас впечатления и я с вами попрощаюсь на сегодня насколько предапредательски трещит микрофон насколько вам ну приятно меня слушать насколько скажем так я попадаю в эмоциональную окраску и насколько фоновая музыка не мешает насколько она совпадает и так далее и насколько вообще вы слышали мой телефон который там окей гугл говорит ответьте мне пожалуйста пока я попью лодичку если я вас совсем не убаюкала еще все отлично это топчик ютуба я прям улетел туда ой григорий повар спасибо тебе большое ой у меня будет прям много слов читка превосходна без шуток просто восторг особенно учитывая что начисто не единожды слушал читку своих произведений профессиональными писателями в разы лучше спасибо большое очень приятно слог очень достойно даже ничего сказать тем более что ранняя вещь да то есть это я писала когда училась в университете фактология тут могу ошибаться насчет восприятия на слух кью высокая или миниатюрная серокожая или синяя кожа незначительные мелочи сама заметила как он шел впереди замыкая группа да 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 сама заметила точно точно лор тут безотносительного произведения просто нехватка информации для читателя в прологе но раскрытие героини очень достойно маленький пост скриптум от имена с героев сид к испанскому опису не имеет отношения 50 золотых каждому ну это да это естественно 50 золотых каждому это мы прям так и играли и вот эта вот тема серии там 50 золотых каждому это было ровно как в бессмертной классе так оно и было сид серый это я не знаю на самом деле откуда он взял кью вы видели если что как бы кто-то смотрел ролики про мою группу как мы играем в ДНД то там было как раз таки этот там был была кью это та самая кью потому что это был первый квест который мы начинали в 2009 году мы играли наверное лет 5 и лет 5 я играл одним и тем же персонажем с большим развитием у меня есть несколько рассказов в разные вот это это самое первое наше приключение потом будет еще рьяд приключения там где-то есть какие-то скетчи небольшие где-то есть небольшие рассказики я прям могу их тоже зачитать если вам это понравится вот соответственно завтра у нас будет чтение про Атепт Сароритес да по вселенной именно Вархаммер 40 тысяч так что почитаю вам свои рассказики если вам заходит подобный формат то окей буду совмещать тогда этот стрим переименую вырежу этот кусочек с рассказом отдельно вот да 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 про просто героя по СПС я знаю да реконкист да но навряд ли он а может он и оттуда взял там парень играл с нами довольно образованный начитанный может быть он оттуда это и и почерпнул спасибо вам большое ребят что вы были со мной спасибо за вашу поддержку спасибо за ваши донатики за ваши замечательные отзывы мне крайне приятно это все слышать это очень сильно мотивирует и писать что-то больше мотивирует и читать что-то больше мотивирует так что отлично давайте как бы завтра почитаем про Ксантию а в пятницу может быть почитаем дальше про Кью а там я еще вам что-нибудь почитаю так что в принципе ну как бы часа два спокойно я могу почитать я думаю что мне главное вот понять что сейчас мы примерно за час да за полтора я прочитала вам 15 страниц текста он написан ну не знаю тут в PDF в PDF сохранено но в принципе так неплохо когда продолжение завтра мы будем читать про Ксантию да по вселенной Вархаммер а про Кью почитаем дальше наверное в пятницу или в субботу как нибудь так что я тогда сделаю сейчас сделаю вырежу кусочек ну такие это не рассказ мини-повесть слушай не знаю у меня как бы это рассказ он в принципе оформленный там у меня есть некоторые моменты а так я могу вам много чего рассказать ну я рада что вы прям так по достоинству меня оценили я нигде это не публиковала давала только почитать тем друзьям где это есть может быть и реально стоит сейчас сделать вырезку этого кусочка стрима записать его отдельно и после этого продолжить этот цикл таких стримов чтобы они у нас отдельно были так что я вам безмерно благодарна спасибо большое что были со мной доброй ночи значит с ютубом мы разобрались в 1080 все показывает на твиче трансляция идет с чатиком да косяк ну как бы мы что-нибудь придумаем так что за завтра уберу гром громкие уведомления по вот этим всем всплывающим этим и все будет отлично все тогда прощаюсь с вами люблю целую завтра завтра будем читать про Ксанчу который акценти а потом можем как только все почитаем устроить стрим обсудить мою героинь и вы мне расскажете они все похожи друг к другу потому что все с религиозным подтекстом все с какими-то своими штуками трюками или все же это разным персонажем потому что мне очень часто доводилось слышать что типа Вика ты везде одинаковая короче везде одинаковая во всех образах во всех своих этих ты всегда мерзопаксная и короче подлинка и хитрая так что посмотрим доброй ночи все ребята доброй ночи люблю вас всех целую завтра будем читать про Ксанчу давайте пока-пока про Ксанчу Субтитры создавал DimaTorzok